На 24 апреля 2022 года в городской больнице города Одессы было госпитализировано 10 пациентов, которые пострадали вследствие взрыва на одном из жилых районов города Одессы. Все 10 пациентов, которые госпитализированы городскими учреждениями, находятся в стабильном состоянии. Кто-то более тяжелый, кто-то более средней степени тяжести. Есть два пациента, которые относительно легкие, которых мы планируем выписывать уже домой. Остальные требуют дальнейшего лечения. На сегодняшний день пациенты, которые поступили в стационар, обеспечены всей медикаментозной помощью, питанием. Внимание максимально им уделяется, психологи с ними работают. Они, в принципе, находятся в больнице в относительно спокойных, нормальных условиях. Что касательно людей, которые погибли, по информации их 8 человек, из них 7 взрослых, 1 ребенок. Пока на данный момент других госпитализаций в городские лечебные учреждения нет. Насколько я понимаю, еще проводятся там какие-то работы. Если вдруг кто-то пострадал в этой ситуации, в этой вследствие взрыва, мы готовы их принимать в любое время суток. Основной характер травмы – это действительно осколочные ранения. Есть ранения, связанные с выбитым стеклом. Ну и есть пару пострадавших, которые, спасаясь от пожара, прыгнули с вышестоящего этажа на подъездную крышу. По состоянию на 24 апреля ситуация с места, где вчера было происшествие, такова. На сегодняшний день в доме проводят работы Державная служба надзвучайных ситуаций. Работы проводятся со вчерашнего вечера. По сегодняшний день идет разбор завалов между 4, 5 и 3 этажом. Значит, подключены коммунальные службы к этой работе. Сегодня мы начали уже предварительный осмотр здания этой парадной, где было попадание и произошла трагедия. Но только после того, когда ДСНС уйдет с места, после окончания их работ и их действий, мы, коммунальные службы, специалисты строительной академии смогут зайти и более тщательно провести осмотр внесущих конструкций, конструктивных элементов здания, для того, чтобы понять, какие действия нами будут выполняться в последующие дни и недели. На сегодняшний день предварительно можно сказать, что здание, жилой дом, можно спасти, его можно восстановить. Путем сложных проведенных работ в дальнейшем, но предварительно специалисты дали оценку, поднявшись на этажи, что здание можно спасти и не признавать его в будущем аварийным. Подчеркну, что есть необходимость проведения сложных работ, проведения сложных осмотров и довольно кропотливой и серьезной работы. Что касается служб, которые привлечены к этой работе, как я уже ранее говорил, все службы, которые будут задействованы, это все службы нашего города, начиная от жилищно-эксплуатационных служб, заканчивая всеми коммунальными предприятиями, которые могут принимать участие в помощи и в содействии проведения работ вблизи этого дома и в доме, они сейчас там все находятся. Привлечена техника, привлечены люди, спецсредства, они сейчас все туда свозятся. На днях мы будем, думаю, что завтра убирать трамвайную полосу для того, чтобы ее освободить для проезда трамваев. Думаю, что завтра к концу дня, к середине дня, уже будет освобождена колия и трамвай поедет. По дому пока информация, а еще по отселению, два слова. На вчера, на вечер, мэрии была предложена возможность для того, чтобы людей отселить, отселить в общежитие. Были предоставлены автобусы, мы добавились в чат через председателя ОСМД, и в чате дважды сообщили людям о том, что автобусы находятся вблизи дома. Мы готовы всех желающих отвезти в места, где можно расположиться и находиться, если у людей нет возможности для самостоятельного отселения. Пока на сегодняшний день к нам люди за помощью такого не обращались. Люди самостоятельно покинули свои квартиры. Что касается кладбища, значит, вчера также был прилет в район кладбища Таировского. Площадь попадания, возгорания и поражения от тысячи, более тысячи квадратных метров. Пострадал, к сожалению, человек гражданский, который наводил порядки на могилах. Мы сейчас также проводим инвентаризацию для определения количества могил и объема работ. И в ближайшем будущем все могилы будут восстановлены.